Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас пойдет речь о такой коробке в дополнение к видео, которое уже было. Поступило очень много вопросов, которые я, может быть, упустил. И хотел бы сейчас вам дополнить и сказать еще более полноценный отзыв уже спустя время. Потому что пользуюсь именно этой коробкой я уже продолжительное время. И могу составить уже полноценный свой отзыв именно о коробке Carling Kit. Вот такой. С подсветочкой, очень красивая. Итак, во-первых, что я забыл сказать и мне задавали вопросы в комментариях. Будет ли данная коробка работать на других автомобилях, с другими мультимедиа? И как это вообще происходит? Эта коробка будет работать на любых автомобилях, где есть мультимедиа с экраном. Даже это может быть экран не сенсорный, а просто накрутилка, тогда будет присутствовать пульт. Ну, вариаций очень много. Главное, что должно быть в машине, это проводной CarPlay. Если в вашем автомобиле есть на мультимедиа проводной CarPlay, эта коробка будет работать без всяких проблем. Еще большой плюс этой коробки, то что она может работать как самостоятельное устройство. Вы вставляете сюда сим-карту, допустим, с безлимитным интернетом. Это может быть, если вы в Белоруссии дубликат вашей сим-карты, и тогда звонки все будут поступать и на телефон, и на коробку. Даже если вы телефон свой оставили дома, то придя в машину, вы с коробки можете совершать звонки, вы можете принимать звонки, вы всегда останетесь на связи. Еще один большой плюс. Во-первых, в этом устройстве нету своего встроенного аккумулятора, поэтому ни летом, ни зимой вы можете не бояться оставлять это устройство в машине. А когда оно выключается, оно не потребляет энергию. Поэтому можно не бояться, что ночью у вас аккумулятор автомобиля разрядится. Большим плюсом является то, что на это устройство вы можете скачать любые карты. Это может быть Яндекс.Навигатор, это может быть Google Maps. Еще говорят, что вот, допустим, я могу использовать свой телефон, CarPlay и Android Auto, и мне не надо данная коробка. Ну, как у меня иногда бывает. Я приезжаю куда-то с детьми в торговый центр или еще что-то, или куда-то мне надо отойти, дети остаются в машине, и они хотят послушать музыку, они хотят посмотреть видео. Я свой телефон забираю, и получается, как им смотреть, если я бы подключен был по Android Auto или CarPlay. Никак. А здесь это устройство полностью автономное и самостоятельное, и дети могут продолжать смотреть свои мультики или слушать музыку, даже если я телефон заберу с собой. Еще большой плюс, если вы вставляете сим-карту с интернетом в данное устройство, она может использоваться как точка доступа и раздавать интернет в дороге всем вашим пассажирам. Также эти коробки имеют такую классную функцию, как брать именно GPS от автомобиля. Если в вашем автомобиле на мультимедиа встроен, есть встроенный GPS, то эта коробка может брать не со своего модема, сигнал будет, ну, местонахождение, так, чуть-чуть с погрешностями. Эта коробка может брать именно GPS-сигнал от автомобиля, и у вас точность местоположения будет, ну, на максимальном уровне. Это большой плюс. Ну, и, конечно, как я говорил, что огромным плюсом это является то, что вы можете установить любые приложения с Play Market, которые вам необходимы. Допустим, мое любимое приложение это HotSpeed, которое предупреждает о всех камерах на дороге. Мне кажется, это удобно. Также вы можете пользоваться телеграмом, прочитать сообщения, вы можете это сделать даже на этой коробочке. Также вы можете установить любой лаунчер, любую оболочку на эту коробку. Допустим, у меня стоит вот такое вот приложение, это Car Car Launcher. Очень удобный, мне очень нравится. В нем не так сильно много настроек, но они есть, скажем так, в том объеме, который мне необходим. Вы можете настроить размер иконок, размер экранов, допустим, пресеты. Вы можете сделать YouTube, чтобы был, карты, все что угодно. Также поменять размер. Вот, допустим, карта может быть маленькая, Яндекс.Музыка может быть большая. Ну и также, конечно, наоборот, такую манипуляцию можно сделать буквально с любым приложением. Все что угодно. Ну и, конечно, настройки самого автомобиля никуда не деваются. Вы можете выйти в меню самого автомобиля и полностью совершить все манипуляции, которые вам необходимы именно по машине. И вернуться обратно на экран коробочки. Вы можете скачать, как я уже сказал, любые приложения. Это может быть и YouTube, кинопоиск, контакты, звонилку. Вы можете поставить любую. Поставить можете Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыку. Все что угодно. Я, конечно, скачал только то, что мне необходимо. И поэтому лишним я себе ничего здесь не захламляю. Если еще какие-то вопросы у вас остались по этой коробочке, пожалуйста, пишите в комментариях. Естественно, ссылку на продавца я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Что я хочу сказать по поводу того, что я уже попользовался. Это мега-мега удобное устройство, которое работает безотказно на протяжении уже какого-то времени, месяца, наверное, точно я уже им пользуюсь. Именно этой коробкой. Зимой тоже проблем нет. Она остается у меня постоянно в машине. Я когда прихожу, она автоматически у меня запускается. Поэтому претензий именно к этому производителю, к этой коробке у меня вообще никаких нет. Все, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оценивайте видео, пишите в комментарии. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok